Здравствуйте, в эфире программа «Психолог. Я и ведущая» Людмила Швейбович. И сегодня поговорим на тему поиска жизненного предназначения. Всем нам хочется знать, для чего же мы родились на этот свет, хочется найти себя, свое жизненное предназначение, свою миссию. Рано или поздно мы задаемся этим вопросом, для чего же я живу. Вопрос глубокий, философский. И поэтому сегодня я пригласила к себе в студию Алексея Красикова, психолога, который поможет нам разобраться в этой сложной теме и такой, наверное, и философской, и в то же время очень ответственной поиска жизненного предназначения. Добрый день. Добрый день, Алексей. Спасибо, что пришли. И, наверное, начнём с вопроса, у каждого ли человека есть свое жизненное предназначение. Потому что, когда рождается ребёнок, родителям хочется верить, что он рождён для чего-то гениального. И многие родители до последнего ищут в ребёнке хоть что-нибудь гениальное, выдающееся и так далее. Я не со Стёбом и не с какими-то злыми шутками. Я на самом деле искренне радуюсь, когда родители так пытаются углядеть хоть какие-то таланты в своих детях. Потому что это действительно важно, если получается, и родители внимательно на это смотрят. Но дальше из ребёнка пытаются сделать гения в той или иной степени. И часто родители, например, ребёнку говорят о том, что ты обязательно будешь кем-нибудь успешным, великим и так далее. Вот у каждого ли человека есть такое свое жизненное предназначение, скажем так, крупного масштаба? Да, тема действительно сложная, неоднозначная, философская, глубокая. Я думаю, что истина никогда не найдётся, она где-то рядом. И мы можем только поразмышлять с позиции моего опыта в частной практике, в позиции научно обоснованной психотерапии, терапии неврозов, депрессий. Я могу поделиться своим опытом, что я не претендую на истину в последней инстанции, потому что никто не знает. То же самое, что мы не можем утверждать, что будет после смерти. Мы можем рассуждать, но никто не знает. Вот так же и про предназначение я просто поделюсь своими наблюдениями тем, чем я занимаюсь. Конечно, это философский, прежде всего, вопрос, и он такой требует, задуматься нам будет. По поводу гениальности. Я не уверен, что требовать или искать гениальность в детях – это прям самое полезное. Потому что гениальность, как мы знаем, за руку держит патология определенная или выход за стандарты. Я ещё не встречал ни одного выхода за стандарты, который не имеет какой-то аутичности или не имеет какой-то специфики психиатрического диагностического критерия. Поэтому тут, когда вы сказали, что родители пытаются сделать гениев, я работал с этими гениями, да, и тут такой вопрос неоднозначный, надо ли это, и помогает ли это. По поводу смысла жизни. Действительно, за последние 10 лет мои клиенты и люди в Российской Федерации действительно прям озабочены смыслом жизни и предназначения. Существует множество сегодня программ, компьютерных приложений, которые говорят о смысле жизни, помогают найти своё предназначение. Можно ввести цифры своего рождения, и тебе скажут своё предназначение. Но это, знаете, я сколько слушаю всё это, не перестаю я удивляться. У нас МММ было, потом у нас были какие-то там ваучеры, ещё что-то было. Русский народ, он прям вот любит, он прям тянется, да, то есть есть спрос, есть предложение. Почему поднялся последние годы спрос на предназначение и смысл жизни? На самом деле ответ кроется в экстенциальном подходе, в экстенциальном коммунистическом подходе мировой психотерапии. У каждого человека есть кризисы. Это такие точки рэперные, да, которые мы проходим. Это могут быть кризисы, связанные просто с фазами взросления, фазами опыта, фазами развития или фазами жизненных обстоятельств. Но так или иначе это неплохо. Это просто период, когда ты подвергаешь сомнению старое и подвергаешь обдумыванию новое. Но проблема в том, что старое уже не работает или уже ушло, а новое ещё не сформировалось. Вот этот период, когда старое ушло и уже неэффективно, а новое ещё недостаточно осязаемо и чётко, это называется кризисом. И в этот период мозг, скажем так, да, и психика человека начинают очень интенсивно вот это новое создавать. Именно это люди и слышат под названием «Кто я?», «Моё предназначение?», то есть не путают. Они путают просто фазу роста или точку роста или точку изменений с каким-то поиском философского смысла, там, камня, ещё чего-то, грааля священного. Это не так. Это всегда свойственно психике, когда она находится на периоде роста, да. Ну, когда у нас зубы, там, растут, мы ощущаем какие-то физиологические явления, воспаление или ещё что-то. Вот так же у нас и с психикой. Мы дошли до определённого этапа, там, опять, обычно это 3-5 лет, ну, цикл. У нас опять поиск, кто я, правильно ли я делаю, для чего я родилась. Потом прошёл какой-то момент, ты сформировалась, дальше эта тема сразу ушла. Потом опять прошло 3-5 лет, опять появилось. И это никогда не закончится. Нет смысла и нет предназначения. И не было никогда. Мы сейчас сегодня об этом, наверное, много поговорим. Да, мы ещё много об этом поговорим. Но получается смысл в пути. Ну, вот так из вашего рассказа, что смысл в пути, на самом деле. Будут новые кризисы, будет новый пересмотр ценностей и каких-то ситуаций жизненных. Потом новые, новые, новые. Ну, то есть путь. Это связано с фактором наличия опыта. То есть смысл жизни и предназначения – это, давайте так, по-простому, это побочный эффект развития психики. То есть человек, который деградирует и который как бы не развивается интеллектуально, он никогда не будет задумываться о смысле жизни и предназначения. То есть это побочный эффект, он же маркер, на указание развития. То есть это как стебель, которая пытается пробиться. Это не значит, что ему надо пробиться куда-то. Это просто указатель на то, что ты думаешь, размышляешь. Там не нужно искать какой-то конкретный путь или какого-то конкретного Васю, Петю, Жору, или какую-то конкретную фирму. Это просто отголосок внутреннего философского развития. А люди путают, что есть какой-то конкретный путь, который мы ему на карте начертили. И вся его жизнь заключается в том, чтобы эту карту найти и по ней пойти. Во-вторых, как вы правильно сказали, это путь. А наш путь и вообще вся эта история – это опыт. То есть каждый день, каждый месяц, каждый год, каждое десятилетие мы набираемся опыта. И это самое главное. Это опыт, выводы, опыт, выводы, опыт, выводы, опыт и выводы. Нет тут никакого предназначения и смысла. Весь смысл в том, что ты бы пробовал, в том, чтобы ты пробовал, что хочешь. Нет смысла. Хочешь – пробуй это, хочешь – пробуй то. Для кого-то он полжизни прожил в каком-то опыте, потом он раз – переехал, вообще по-другому стал жить. Это всегда… Помните, мы когда-то на одной из передач говорили про игру? Да. Вот есть у тебя игровое поле в виде планеты, есть там закон – уголовные, гражданские, налоговые. Ну вот ты играешь. Всё остальное – это опыт. И смысла там нет. Тогда получается, когда человек чувствует, что, словно говоря, он уперся в какую-то стену. То есть прошлое не работает, нового ещё нет. И такой происходит кризис определённый. То как быть в этой ситуации? Как себя вести? Потому что это же постоянный поиск. Мозг начинает работать и подбирать разные варианты. То туда несёт, то сюда несёт. В общем, как себя структурировать, скажем так. Как говорят, эту бы энергию да в мирное русло. Вот действительно, вот эту энергию в мирное русло. Да, вы совершенно правы. И в мировой когнитиноподенческой терапии мы об этом часто на конференциях говорим и с американскими коллегами. И за годы исследований, как американцев, так и нас, вот нами выявлена такая интересная история, что больше стрессируют вот в этой фазе, да, о которой мы говорим, не сам поиск смысла и не сам поиск предназначения, а убеждение, что я должен знать его. То есть мы стрессируем себя гораздо больше тем, что мы должны знать смысл, мы должны себя найти, мы должны чётко понимать, куда мы идём, мы должны понимать вот всегда конкретно. И вот, а конкретики там нету, потому что ты не знаешь. У тебя старое не работает или что-то уже перешло там в другую фазу, новое непонятно, не сформировалось. А ты пытаешься от себя требовать, вот я должен чётко понять, кто я, куда я иду. Это то же самое, что мы обсуждали в прошлый раз, я должен чётко понять, с кем я буду в жизни. Да откуда ты знаешь, с кем ты будешь. Поэтому, отвечая на вопрос по рекомендации, перестаньте требовать от себя чётко знать вот в этот период кризиса. Надо уметь просто, как сказать, отпускать ситуацию и искренне признаваться, что ты в неопределённости. Да, действительно, у меня сейчас такой этап и такой период, когда у меня то, на что я ставил ставки какое-то время, перестало мне быть интересным или естественным образом ушло, или неестественным образом ушло. Я пока не знаю, как оно будет впереди. У меня нету точного плана и чёткой перспективы. И я не буду себя третировать по этому поводу. Потому что стресс мы создаём, когда мы себя третируем. Я точно должна знать. Ну, это вот тяга к определённости. И вот этим мы больше себя стрессируем, что я точно должен знать смысл жизни. Точно должна быть дорожная карта. Иначе я без этого не добьюсь каких-то результатов. Разрешите себе на 100% не знать. Отпустите ситуацию и естественным ходом вещей ты поймёшь, что ты придёшь к тому, что ты ищешь в итоге. Получается, нужно дать время и успокоиться по этому поводу. Потому что обычно же близкие как раз спрашивают, ну что ты хочешь. То есть нас приучают к тому, что должны быть какие-то цели. От новогодних практик, когда составляют карту желаний, до просто обычных чего ты хочешь. Мы привыкли к этому вопросу. То есть дать себе время на то, что есть какое-то время, когда я ничего не хочу. Я не знаю, чего я хочу. Я не определился. Я думаю, я в состоянии поиска. Просто для нас, даже сейчас для наших зрителей это звучит странно. Но если им сейчас каждому задать вопрос, а почему для вас это странно, они не ответят. Знаете почему? Потому что мы живём в стране, которая из поколения в поколение на генетическом уровне, следовательно, внесла концепцию коммунистического подхода под названием «ты должен чётко знать». Вот у тебя есть план. Ты родился, тебе повесили бирочку в детском доме, тебя назвали советским именем. Потом ты пошёл в советский детский сад. Потом ты пошёл в советскую школу. Потом ты стал советским октябрёнком, пионером. Потом тебя приняли в партию. Потом ты пошёл в институт. Потом ты в институте пошёл комсомол. Достиг определённых результатов. Потом ты пошёл по распределению на работу. Всю жизнь отработал, закопали. И вот эта определённость, она была на уровне государственной политики. И поэтому, когда человек отвечал в Советском Союзе, я не знаю, какой институт на него смотрели, но фактически как изгой. Да, я не знаю. То есть каждый комсомольский советский человек должен был чётко знать, куда он пойдёт и на каком заводе он будет работать, сколько деталей он должен сделать в течение дня. То есть вот этот подход оттуда. А современный подход, реальный подход, он говорит о гибкости. И вся наша сила в гибкости. И я не знаю. Может быть, я буду жить в этой стране. Может быть, я через год захочу вообще переехать в какую-нибудь страну, страну, которая омывается океанами, тропическим климатом. А может, я вообще захочу в горы улететь. А может, я вообще хочу ещё что-то. Я не знаю. То есть надо уметь уходить от вот этой постоянной концепции про определённость. Да, тайм-менеджмент, план – это важно. Но тут не надо путать философскую определённость и смысл с конкретным тайм-менеджментом на день или по проекту. И не надо путать это с продакт-менеджмент. То есть это не одно и то же. Потому что сейчас наверняка нас слушают люди, которые управленцы, и они говорят, что он несёт, как я могу отдать проект или ещё что-то на вот так, вот как оно. Это не одно и то же. То есть когда ты руководишь проектом, у тебя есть алгоритм, у тебя есть система контроля. Это разные вещи. А мы говорим про личностные кризисы, чтобы просто зрители и слушатели не путали это. Ну да, с проектом есть конечная точка. Что в итоге хотят заказчики или… Сроки, время, пути, конкретика, измерительные процессы и так далее. А мы говорим про философию, когда ты говоришь, я не знаю. Какую ты хочешь видеть свою жену или своего мужа? Откуда я знаю? Откуда я знаю, как она будет выглядеть? Посмотрим, поживем и увидим. Часто бывает, что это вообще не совпадает. Я ради интереса как-то опросила девочек, которые писали портрет идеального мужа, которые в итоге потом вышли замуж. Я говорю, ну что совпадало вообще, когда ты его представляла? Ну, много же сейчас тактик и так далее. Визуализация, да? Ну, не совсем, да. Ну, не совсем совпало. Ну, в общих чертах. В общем, совпало то, что она действительно хотела. А вот это, как некоторые тренеры советуют, там, рост, вес, цвет волос, цвет глаз и так далее. То есть, да, полный, полный, полный конкретик. Это программированная невроз и программированная депрессия. Потому что если, я не знаю, кто это советует, но есть такое понятие в мировой психотерапии, как вот выученная беспомощность, и оттуда же выходит вот это запрограммирование на неудачу или на депрессию. То есть, есть одно из школ направлений в психологии, которые изучают невроз как сценарий жизни. Да, модель, сценарий, которые мы себе прописываем, и всё, что отклоняется от этой модели, от этого сценария, вызывает у нас сильную тревогу. В когнитивной терапии мы называем это убеждение, как должно быть. Ну, например, если у вас есть убеждение, что у вас должно быть 10 долларов в кошельке или 1000 рублей, как вы будете себя чувствовать, когда у вас будет 1500? У вас будет напряжение, да, потому что их не 1000 рублей, а на 500 рублей больше, вам захочется эти 500 потратить на самом деле. А если у вас будет 500 рублей, а не 1000, вы будете чувствовать тревожность. Потому что есть вот концепция, что должно быть 1000. Вот так же и с мужьями. Они вот программируют себе историю про то, что должно быть вот так. И всё, что отклоняется от этого, они отсекают. А реальность такова, что вокруг этой девушки или вокруг этого мужчины могло быть огромное количество людей. Интересных людей, интересные возможности. А вот она вот упорота вот так вот идёт, потому что ей кто-то сказал, что твой муж будет вот таким и таким. Это ужасно. То есть люди настолько не гибки и настолько не открыты к изменениям. И они пытаются найти вот конкретный смысл жизни, чтобы он знал вот точно. Чтобы он точно понимал, как это будет выглядеть. И чем больше мы затягиваем себя в такие тиски конкретного смысла, конкретного предназначения, конкретного образа, визуализации, тем больше мы не свободны. А всё, что не свободны, это всё тревога, невроз и депрессия. А потом они удивляются, почему они ночью просыпаются и у них какая-то паника возникает. Или как-то у них депрессивно. Потому что как ты будешь себя чувствовать не депрессивно, когда ты нарисовала себе вот такую вот концепцию, как надо жить, а мир на самом деле вот такой. А ты живёшь вот так, потому что вот такой смысл у тебя. Это ужасно. Получается, если мы рассматриваем поиск жизненного предназначения как одну из грани кризиса, когда что-то одно не работает, а что-то другое рождается, то почему вообще тогда возникает в этот момент этот вопрос поиска жизненного предназначения? То есть вот именно пусковой момент, не что новое я, допустим, найду, да, а именно вот в такой формулировке мы задаёмся этим вопросом. Вы знаете, если размышлять глубоко, то мы же не родились с этой формулировкой. Но мы точно родились с состоянием неопределённости и тревожности. Вот у нас, когда старое перестаёт работать, или люди отошли какие-то от нас, или определённость отошла, а новое не определилось ещё, мы находимся в состоянии тревоги. И мы на самом деле чувствуем тревогу, мы не чувствуем поиска предназначения. А услышали мы это словосочетание из обычного людского мира. Как маркетинговый ход хорошо продаётся? Это не то, чтобы продаётся, это про то, что если бы мы нашли сейчас человека, провели бы эксперимент, и поставили бы там 100 человек, нашли бы 100 человек, которые находятся в состоянии вот этого момента, но они никогда не слышали про слово «смысл жизни» и предназначение. И вы собрали бы у них жалобы, то вы бы увидели у них просто тревогу. И вы бы описывали бы это, как, вы знаете, я сейчас нахожусь в таком периоде, где у меня вот случилось то-то, я не знаю, как быть впереди, я не знаю, как вот, что меня ждёт впереди, у меня была семья, а сейчас её нет, или была работа, а сейчас её нет, я не знаю, что… То есть они бы описывали конкретику точки, где у них что-то старое уже переосмыслено, а новое не сформировалось, но они бы не говорили слово «предназначение». То есть оно не выходит из нас, мы его сами так вот, это штамп, вот, это штамп, потому что книги, потому что статьи, потому что журналы, потому что всё, мы этого не рождали изнутри, мы просто это как вот повторяем, знаете, как вот маркетинговые, да, современные цифровые компании, друг за другом, вышел новый гаджет, мы… Это то же самое. А многие на этом и зарабатывают успешно. Ну, да, создать проблему, решить проблему, да, на этом и зарабатываем, на те 2% и живём. Потому что есть просто астрология, да, которая говорит о том, что можно говорить о специфике человеческого характера, да, который там родился в определённое положение планет. 50 на 50, у кого-то совпадает эта характеристика, у кого-то не совпадает, но, опять же, это не про предназначение, это просто про описание склонности. Ну, да, тебе описали склонности, да, там, и то, 50 на 50, но кто говорит о том, что предназначение, ты можешь завтра поехать, там, не знаю, там, стать, там, дайвером и всю жизнь заниматься. Вон, у меня есть знакомый, мы познакомились на Бали, в Индонезии. Он говорит, я всю жизнь в офисе проработал, проработал в офисе, потом надоело, пошёл, это, полетел, поучился серфингу, теперь он инструктор по серфингу. Женя, у него предназначение было инструктор по серфингу, говорит, я 30 лет был уверен, что я стану менеджером корпоративным, там, до самой вершины. И в какой-то момент его переключило. — Получается, важно найти то, что интересно на данный момент, потому что дальше же он может ещё куда-нибудь пойти, полететь и так далее, и стать ещё каким-нибудь другим инструктором. — Конечно, это его право. Важно научиться быть честным с собой. Люди постоянно, знаете, Людмила, борются, по моим ощущениям, между настоящим и некими штампами, убеждениями и масками. И вот если посмотреть на людей немножечко из другой метапозиции, то это видно, знаете, как вот есть человек, и есть какие-то его штампы навязанных, причём он с ними не рождался. — Родители, общество, социум, как это… И вот постоянно идёт, знаете, такая вечная вот так вот, как борьба такая. Вот одно пытается бороться с другим. И вот там возникают все проблемы, потому что половина людей проигрывают убеждениям, штампам, мнению окружающих. И они несут, они выглядят, знаете, как вот прям поникшее всё, потому что вот настоящее, оно прям забито где-то там внутри. И вот над ним вот это все убеждения так сидят. Есть люди, которые постоянно в таком, в борьбе такой, они вроде и хотят, а вроде и боятся. Поэтому тема предназначения, она уходит у людей, которые открыты. Которые говорят, я как чувствую, так я и буду делать, но они в адеквате. То есть они адекватно открыты. Знаете, есть такие люди, у которых совсем там кукушка отъезжает, они открыты настолько, что они могут что угодно говорить и делать, потому что они открыты. Надо уметь, ну это всё-таки баланс. Мы живём в современных реалиях, да, где нужно зарабатывать, где нужно строить карьеру, у кого-то дети, ипотека. То есть, взять себе мужчину, у которого дети, ипотека, и он пришёл вечером домой, открыл дверь ногой, говорит, ты знаешь, я честный с собой, как бы я буду сидеть дома там, ждать, пока мне космос придёт, принесёт там что-нибудь, что происходит. То есть тут надо уметь балансировать, но в то же время не обманывать себя. Особенно предназначениями. То есть это история, к которой нам всё-таки, мы её взяли, мы её хватанули, как определение своего кризиса. Знаете, вот помните, в психоанализе есть такой защитный механизм, как рационализация. Да. Вот когда мы пытаемся объяснить мотивы своих поведений, выборов и так далее. Вот предназначение и смысл – это ничто иное, как рационализация собственной тревоги в кризисный момент роста. Прям заголовок. Хорошая тема, да. То есть получается, наверное, важно отделить свои желания и ощущения и как-то поговорить с самим собой в таком внутреннем диалоге, что я хочу от социальных ожиданий, которые давят на нас. Потому что часто мы пытаемся ответить на то внешнее, что нам говорят, ну, неважно, близкие, друзья, просто окружающая среда. Что есть какие-то социальные ожидания, есть ты, который чего-то хочет, может быть, вообще не вкладывающегося в рамки той среды, в которой она находится. Ну, с первого взгляда, например, да, у нас же принято там иметь престижную, хорошую работу, зарабатывать много денег, а некоторым людям не надо много денег. Сейчас даже уже как-то, кажется, неприлично говорить про много денег, да, уже все говорят достаточно, много не надо, надо достаточно, когда там что-то спрашиваешь. То есть получается, важно поговорить с самим собой, условно говоря. Вы опять же абсолютно правы, да, и прям очень хорошо чувствуется ваша подготовка, ваш опыт. Вообще вот за последние, наверное, лет семь я постоянно пестую такое определение, как психотерапия, как наука или искусство договариваться с самим собой. То есть это такая дипломатия внутренняя, где мы договариваемся между вот этих двух частей. Какой я настоящий и как я хочу, чего я хочу. Вот честно. И вот этими убеждениями социального характера. Но многим очень сложно отщепить себя от убеждений. Многим очень сложно понять, потому что они не умеют. Их не научили задаваться вопросом, чего я хочу. И что я бы хотел. Оттуда и кризисы возникают. Потому что, представляете себе, девушку, ну это просто терапевтический случай. Которая приходит там с невротическими рвотами и невротическими и прочими психосоматическими проблемами. И естественно выясняется, что она никогда не училась там, где она хотела. Она хотела быть художником, а она училась в техническом вузе. Потом она работает не там, где она хочет, а там, где папа сказал. Потому что чувство вины. То есть в итоге мы получаем вот как раз ту самую картину. И эти люди действительно сидят на балконе и говорят, кто я. Потому что их внутренняя настоящая часть подчиняется убеждениям. А что скажет мама? Что скажет папа? Если я скажу, что я хочу заниматься, я не знаю, флористикой хочу попробовать. То есть здесь очень важно понимать, что мы постоянно себя обманываем. И мы постоянно не можем с собой разговаривать. Я бы рекомендовал нашим зрителям выписать два листочка. Взять два листочка бумаги и на левом листочке написать то, что я хочу. Вот только честно. С кем, как, куда, что и так далее. А на правом листе бумаги, что меня останавливает? Какие мысли? Какие убеждения? Как я это оцениваю? Что подумают? Как это будет выглядеть? Почему это плохо? И вы увидите вот это противоречие постоянное. И нам нужно работать с этими ограничивающими моментами, договариваясь. Не просто вот радикально. И находить золотую середину. Это, значит, компромисс в дипломатии. То есть компромисс между некими социальными обязательствами, нормами и какими-то моральными нюансами и финансовыми обязательствами перед банковскими структурами или еще перед кем-то и собой. И вообще этот баланс, это вот эта гармония между собой и обязательствами, которые называются мама, кредитор, предприниматель, собственник, работодатель. Мы не можем же тоже вычеркнуть это. И вот этот баланс, он очень важен. Это первое. Второе, вот вы говорили по поводу смысла, вот этих смыслов и кризисных моментов. По моим наблюдениям, не нужно бояться, что мы говорили, по-моему, в прошлой передаче о школьниках, да? Да. Не нужно бояться, что с количеством опыта ты будешь менять смыслы. Вспомните себя в 15 лет, какие вам нравились мужчины, какие вам нравились профессии, потом в 20, потом в 23. Вот любой наш слушатель, вспомните просто 15, 20, 25, 30, 35, это будет меняться. И вы сидите там, например, в 30 и говорите, какая я была дура в 20 лет, что же это вообще, как это вообще можно было выбирать, как на это можно. А в 20 лет для вас это был Бог просто, для вас это было всё, это главный смысл жизни. Прошло 5 лет, смысл жизни канул в лету. Как я могла такое вообще думать? Поэтому тут не надо бояться в том, что каждые 3-5 лет у вас могут меняться как смыслы, так и цели, так и убеждения, так и ценности, так и вообще в принципе вот эта вся внутренняя философия, она постоянно идёт в таком, в такой постоянном насыщении и переосмыслении. То есть такой вулкан, который постоянно видоизменяется, причём его сила видоизменения прямо пропорциональна опыту. Чем больше опыта, тем больше за 3-5 лет мы что, меняемся. Ну представьте себе, что мужчина и женщина познакомились там в точке X, да, и один партнёр немножечко снизил обороты, да, у него как бы стабильно всё. Вроде социально хорошо, но стабильно, там работа стандартная, дом, там какие-то передвижения. А другой партнёр испытывает внутренний порыв к росту, он ходит на курсы по шинквалификации, он летает на конференции, он амбициозен на работе, у него постоянный опыт, 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 прошло 3 года. Всё. И она или он понимает, что они разошлись не потому, что любовь завяла, да, а потому что внутреннее состояние за 3 года у них не одинаково трансформировалось. У этого человека уже не те смыслы, не те цели, которые были тогда. И они начинают говорить, мы не понимаем друг друга, у нас кризис, да, у вас кризис, потому что вы уже не туда. И здесь приходится либо вот доращивать, но мы не можем просто прийти к Васе и сказать, Вась, ты знаешь, вот я вот такая интенсивная, я за 3 года набралась столько опыта, у меня поменялись ценности и смыслы и так далее, а ты вот давай теперь вот нажми. Он говорит, да я не хочу. И вот здесь надо сказать себе самое главное, он не хочет идти дальше. То же самое касается всего остального, либо тянуть Васю дальше. Да, да, то есть получается с холодной головой просчитывать, нужен Вася дальше или уже проще без него. Нужно ему просто объяснить, да, и нужно самому понимать, что происходит, потому что если мы понимаем, что вот 3 года, 5 лет вашего опыта изменило ваши ценности, смыслы и так далее, во-первых, а, это неплохо, б, вы неплохой человек, вы имеете на это право, и это физиологично. Люди до сих пор эволюционируют, что-то все Дарвина забыли, да, мы не прекратили. Возьмите вот самые банальные доказательства, возьмите фотографии наших родителей, ну, в возрасте там 19 лет, наши бабушки, посмотрите, на 11 лет, посмотрите. На пляже, возьмите наших родителей, там, в 15-16 лет, посмотрите, какие фигуры у них были. При даже антропометрических параметрах жировой прослойки у них фигуры разные. Посмотрите, сейчас дети, какие рождаются. Какие у них губы, какие у них глаза, у них глаза и губы там и так далее. Ты смотришь иногда, как это, что за имплантияне прилетели. И это нормальные эволюционные процессы. А вот у людей, у которых, которые не развивают свою голову, скоро начнутся процессы естественной эволюции, которые будут отмирать за процессом неиспользования. Интересная тема эволюции. Это очень связано со смыслом, потому что вот этот кризис между старым и новым – это и есть точка эволюции. То, что я назвал точкой роста в одном из своих работ, это как раз оно и есть. И в этот момент вот эта тревога, мы просто взяли штамп и обозвали. И это смыслом, предназначением, да вам это навязали. Это священный грааль в этих трёх там словах. В чём смысл жизни? Получается, вот я и хочу задать вопрос, слушая вас по поводу эволюции. Как себя вести, наверное, на что, может быть, обращать внимание или как тогда помочь себе, условно говоря, в моменте вот этого поиска нового себя, новых ответов, чего я хочу. Потому что это же очень такой болезненный период, когда ты не знаешь, это всё равно неизвестность, это непонятно что. Есть какие-то убеждения, которые были, сейчас они, допустим, не работают. Пересматривать ли свои убеждения на предмет вообще, чьи они. Может быть, это навязанные убеждения тоже как-то от этого освобождаться. В общем, как быть в этот нелёгкий момент? Я понял. Вопрос хороший, но он такой, ответ на него будет не совсем простым. Во-первых, первую рекомендацию 100%, которую я уже дал, это то, что не нужно морочить себе голову, что я должен быстрее понять. Вторая рекомендация будет заключаться в тоже очень важном моменте. Она заключается в том, что есть, давайте не буду мистифицировать, в общем, есть одно правило. Его знают физики. А наша галактика и всё, что связано с частицами, не сильно отличается от нас с вами. Сила трения будет рождать силу противодействия. Это закон Ньютона. Соответственно, мы должны понимать, что чем сильнее мы будем пытаться определиться и сопротивляться неопределённости, вот чем сильнее я должен быстрее и быстрее, тем хуже нам будет. Этот же закон применяется в банальных паниках и в банальных любых жизненных философских ситуациях. Поэтому очень важно просто расслабиться и не сопротивляться. Да, я не знаю, да, у меня такой период. Вот просто отпусти сопротивление и просто посмотри, что тебе будет, вот вокруг тебя будет происходить. Где-то тебе подвернётся какой-то тренинг, где-то тебе подвернётся случайно какой-то человек, где-то тебе подвернётся какое-то приглашение. Просто расслабься, не надо делать себе голову, я должен быстрее, быстрее, я должен чётко знать. Убираем сопротивление И таким образом мы снимем тревогу Потому что вся тревога рождается Только бы не было, только бы нет Например, социальная фобия, только бы не подумали Страх публичного выступления, только бы не ошибиться Ревность и так далее Только бы так не случилось То есть всё работает на законе Ньютона Я вообще психотерапию Открыл Ньютон и Эйнштейн Ну это отдельно потом А не Фройд И вот это вторая рекомендация И третья, это как раз просто пробовать Пробовать Просто пробуй, расслабься Скажи, я не знаю, всё окей Просто такой период, не нужно себя Напрягать Книжка подвернулась, почитай Появилась какая-то возможность, попробуй И вот в этом моменте Ты удивишься, ну как Лодку твою вынесет какую-то определённость О, блин, хорошо Уже лучше Но не надо бояться, что это потребует какого-то времени То есть, да Первое, это Не пытаться знать точно определение И побыстрее себя торопить Второе, это расслабиться И не сопротивляться Неопределённости, что ты не знаешь И третье, это просто пробовать Просто пробовать спокойно какие-то вещи И они будут, естественно, появляться в вашей жизни Естественным путём Потому что я больше чем уверен, что у нас У всех вокруг всегда много возможностей И людей много вокруг И я убеждён, что вокруг нас куча людей С которыми мы могли построить интересные отношения И работы Мы просто этого не видим А видим тогда, когда у нас что-то поворачивается в голове У нас получается просвет такой Раз увидели Но если мы понаблюдаем объективно То вокруг вас всегда много интересных людей Всегда много интересных возможностей Просто вопрос, видите вы это или не видите А как тогда получается Чтобы увидеть, понять, что это именно оно Потому что часто мы, например Сталкиваясь с чем-то Думаем, ну, может быть, есть что-то следующее То есть у нас сейчас мир настолько вариативен И у нас такой ассортимент всего От каких-то обычных бытовых товаров До людей Нам кажется, что ну зачем сохранять отношения Будут же следующие друзья Словно говоря, социальные сети рулят Будет следующий молодой человек И вообще можно ли всех посмотреть И как-то вот Очень много получается ситуаций Когда ты не останавливаешься Как понять, что это именно оно Ведь оно же не приходит запиской Да, всё, я крайний вариант Всё, последний Как мне нравятся ваши вопросы Но я боюсь, что сейчас ответ на него Задаст ещё больше кризис в головах людей И хорошо Вы задаёте вопрос Который как раз идёт Из позиции «Определись» А реальность на планете заключается в том Что ты не знаешь Ты можешь сегодня встретить Василия Петровича И быть уверенной, что это оно Но ты наберёшься за пять лет опыта Определённого жизненного И ты поймёшь, что тебе хочется что-то ещё И это нормально Да, получается, ты смиряешься с тем Что всё временно Всё на планете Приходящее и уходящее Это закон По-другому она не работает Всё начинается Развивается И заканчивается И всегда это цикл Схватки Движения планеты Сердцебиения День-ночь И эмоции Что угодите Оно всё имеет цикличность Всегда Вот всё, что связано с жизнью Изменениями Начиная с женского организма Заканчивая галактикой И имеет цикл Просто цикл бывает маленький цикл Бывает цикл большой Бывает встроенный цикл Ну, возьмите экономические теории Ну, всё Да, кривая всего И люди всегда это тоже цикл Настроение Состояние Клетки Деление Это всегда циклы То же самое касается наших жизней Другое дело, что это не всегда можно в жизни просчитать Потому что жизненный цикл человека В отличие от жизненного цикла товара Невозможно просчитать Потому что человек более сложный Это алгоритмичное существо Потому что он всё время выбирает Какие-то новые задачи В отличие от товарных Каких-то маркетинговых Экономических теорий Поэтому оно не существует Существует здесь и сейчас Мне сейчас с тобой хорошо Мне сейчас с тобой, Вася, отлично Я не знаю, что будет впереди Я очень надеюсь, что мы вместе пойдём Рука об руку И будем помогать друг другу Вот, только сейчас есть Потому что если задумываться В концепции, что сегодня Вася, завтра будет Петя Ну, это будет грустно Это получается непогружение То есть определённое эмоциональное непогружение В этого человека В эти события То есть когда у тебя фокус на то, что дальше Ну, условно говоря, мы видим один объект Да, как бы он на переднем плане Но есть на втором плане объект И мы смотрим уже на второй план То есть мой вопрос на самом деле был про вот это вот Про погружение? Эмоциональное непогружение, да Потому что получается, что нет уже наслаждения Состоянием здесь и сейчас Нету наслаждения тем, что вот я сейчас это ощутил Я сейчас общаюсь с этим человеком Я сейчас... Кайфа настоящего момента получается, что нету Ну, я во всяком случае то, что вижу в этих ситуациях Когда ты постоянно думаешь, что будет что-то дальше Это как раз про депрессию Знаете почему? Потому что наоборот надо уметь кайфовать здесь и сейчас Просто не путайте удовольствие здесь и сейчас От того, что происходит у нас с тобой С привязанностью невротической Это не одно и то же Если мне с вами хорошо И мы сейчас ведем диалог То я сейчас получаю удовольствие Но я знаю, что это может закончиться в любой момент И я не привязан Вообще в тибетской философии Привязанность – это главный генератор неврозов и депрессии И можно вообще тему привязанности Ее до утра тоже обсуждать Потому что я... Вот мои пациенты, они знают Что Алексей все время говорит одну и ту же фразу Нами управляет только то, что мы не можем допустить То есть нас разочаровывает, депрессирует, стрессирует Тревожит только то, к чему мы привязаны И без чего мы не можем А потом выстраиваем философию жизни Как бы это удержать Мужей, жен, детей, жизнь Все, то есть мы настолько вцепились Вот начиная там от каких-то бытовых вещей До людей или убеждений Что чем больше мы привязаны и не способны это отпустить Тем хуже нам Поэтому не нужно путать удовольствие Мне сегодня с тобой хорошо Мне сегодня с тобой здорово Я вот искренне тебе говорю Но я знаю, что если завтра тебя не станет Мне будет жаль Я буду тебя вспоминать Я буду очень грустить Но я пойду вперед То есть вот этот баланс Между удовольствием и полнотой погружения Здесь и сейчас в человек или в профессию Но ментально ты готов всегда с этим проститься Это и есть здоровье Интересная тема Но наша программа, к сожалению, подошла к концу Получается, для поиска жизненного предназначения Так как задана была эта тема Постоянно расширять границы Как один из тезисов Постоянно расширять границы И искать новый опыт И смотреть Не быть честным с собой Да, быть честным с собой И смотреть, что же ты хочешь Не бояться перемен Да Это была программа «Психолог и я» Я и её ведущая Людмила Швайбович Мы говорили про поиск жизненного предназначения В гостях у меня был Алексей Красиков, психолог До новых встреч До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова